В Каминском городе Уральском и за его пределами довольно бурно обсуждается видеозапись с авторегистратора, сделанная вечером в минувший понедельник. Что это дело? Там можно объехать как-то? Смотри, прикинь, по тротовару. Это снимать надо! Да, прикинь, поцелавшись не задавили. Капец. Да уж действительно, причем капец двойной. Дело было в вечерней пробке на улице Кадочникова. Автомобилисты нервничают, пешеходы их уверенно обгоняют. И вот у того, кто немножко более равный среди других равных, терпение лопается, рикошетом лупит по совести, она тут же теряется, барзометр зашкаливает и, эдакий полувнедорожник мчится свои внедорожные способности использовать, а заодно и внезаконные. А что, издавна так у нас заведено, что охраняем, то и имеем. Судя по боевой раскраске дерзкого Бобика, это какой-то блеститель закона. Наиболее зоркие соколы считают, что это раскраска отдела вневедомственной охраны местной полиции. То есть закон и поимел. При этом проявил поразительную заботу о простом человеке. Секунды три разглядывал его и не трогался с места. После чего, не удосужившись выйти, умчался дальше по тротуару же. Вот в чем двойной капец и заключается. Если это действительно полицейский, то наказывать его надо не только за грубое нарушение правил дорожного движения, но и за дискредитацию органов. Какой-нибудь радикальный перфекционист вообще расценит это как предательство интересов службы. Это, конечно, чересчур лютая формулировка, но, согласитесь, часть мундира, безусловно, заморалась. ГИБДД Каминско-Уральского в ответ на посыпавшиеся в ее адрес жалобы и обращения опубликовала свой ответ. Дескать, не беспокойтесь, проверка по этому случаю ведется, о результатах будет доложено, водитель будет установлен и наказан. Правда, хотелось бы добавки в виде заверения о том, что раз нарушение было дерзко-публичным плевком в лицо обществу, которое, кстати, платит зарплату за сохранение закона, то и наказание пусть будет публичным. Номеруясь, смерть красна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова